здравствуйте дорогие друзья продолжаем наши встречи наши занятия один мой знакомый взял квартиру в ботеку очень рад этому я думаю такое событие спрашиваю на каком этаже на втором а почему не повыше ну немного дешевле стоит и если лифт сломается это тебе не 22 этаж но если сломается лифта да уж лучше ночевать на вокзале он говорит и какая разница логично казалось бы да логично и практично а все же разница есть именно эта разница касаемое здоровье есть какая а вот узнаем из последующих хистоис у нас и еще про массу простых но неизвестных вещей которых никто и не догадывается и вам о них никто с никто никто не расскажет а вот почему это остается без ответа а сегодня мы отвечаем на вопрос нашей активной девушки подписчицы анжелики что вы скажете о диете ферриса есть такая диета отвечаем а ваш вопрос анжела есть такая разновидность диет называется она медленно углеводная углеводная диета тимоти ферриса ли тима ферриса мы считаем что диета это долгий изнурительный процесс с вечным подсчетом калорий а вот медленно углеводная диета тима ферриса она разрушает этот стереотип на ней можно есть любых количествах не подсчитывая калорий и она помогает быстро избавиться от лишнего веса казалось бы звучит идеально заманчиво но на самом деле все гораздо сложнее чем кажется разберемся о всех преимуществах и недостатках этой медленно углеводной диеты и чего нужны вообще углеводы углеводы служат основным источником энергии для нашего организма они обеспечивают питание мозга на это тратится примерно 25 процентов нами употребляемых углеводов и для питания почек мышц центральной нервной системы что ж такое углеводы углеводы это природный сахар крахмал и клетчатка которые содержатся непосредственно в еде эти элементы расщепляются в организме образуя глюкозу уделяя энергию для функционирования органов и нашей жизни и нашей жизнедеятельности углеводы делятся на две категории простые и сложные простые углеводы имеют низкое содержание клетчатки но это например в обработанных продуктах они быстро усваиваются и вызывают резкий скачок уровня сахара в крови то как мы уже говорили в наших видюшках увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний развития диабета и ожирения сложные углеводы это цельные зерна бобы фрукты овощи они перевариваются медленно дольше сохраняют энергию помогает снизить риск развития различных заболеваний и содержат больше витаминов и минералов какие же принципы медленно углеводной диеты от тима ферриса это нужно соблюдать 6 раз в неделю а раз в неделю устраивать себе выходной когда можно позволить себе любую еду даже сладкое и фастфуд нужно исключить из рациона все так называемые белые углеводы любой хлеб злаки мучные макаронные изделия картофель сахар и любые продукты с содержанием сахара исключаются калорийные напитки фруктовые соки молоко напитки с любыми добавками можно пить кофе чай и сахара ну и естественно воду что очень ценно что допускается один бокал красного сухого вина в день не знаю я бы сожрал целого слона после этого после этого дела под запрет также попадают фрукты и ягоды из-за того что они также содержат быстрые углеводы но приятная новость в эту категорию исключений попадают помидоры и авокадо их можно есть рацион состоит из постоянного чередования одних и тех же продуктов это могут быть бобовые горох чечевица фасоль овощи зелень шпинат капуста лук спаржа курица говядина рыба яйца а какие отрицательные последствия применения этой диеты из-за вот этих ограничений в рационе он получается очень однообразным и это может стать причиной недостатка витаминов и минералов этому также способствует и отказ от фруктов и ягод которые богаты полезными веществами антиоксидантами и кстати выходной день диеты может привести к рывам когда мы не удержимся и начнем есть все что попало когда мы не употребляем в достаточном количестве углеводы наш организм начинает использовать жиры и белки для своей работы они к сожалению не являются хорошими источниками для нашей энергии кроме того если вы страдаете болезнями желудочно-кишечного тракта или пищевыми расстройствами а вот это медленно углеводная диета очень ухудшит вашу ситуацию вот такой ответ на вопрос уважаемая анжелика задавайте вопросы заходите на наш канал подписывайтесь всего вам доброго до свидания